Всем привет! 22 сентября в 5 часов утра нас ждет обновление в игре Танк Компани. Новая ветка, новая система засвета, ивенты и многое другое. Подписываемся на канал, ставим лайки, чтобы не пропустить, а мы переходим к просмотру. Сегодня в официальном дискорд-канале Танк Компани вышла новость от разработчиков о том, что грядет обновление. И первое, что они отмечают, это подготовка к китайским тяжелым танкам. Их уже анонсировали на презентации NetEase, которая была около месяца назад, которую мы с вами, в принципе, все смотрели, я даже ее переводил. И будет мероприятие глобальной резервы подготовки к тяжелым танкам Китая. Эти самые китайские танки вы можете видеть у себя на экранах. Это что-то из семейства WZ-111, точное название этих танков я, к сожалению, не знаю. Она будет отличаться от Блицовской, то есть 113-го мы пока что, я так понимаю, не увидим. Возможно, 113-й появится как альтернативная ветка. Я не очень силен в исторических каких-то моментах, поэтому не знаю, насколько 113-й достоверный с точки зрения техники Китая, либо же он был только на чертежах. Если вы знаете, вы можете, опять же, осветить это все в комментариях. Так вот, событие будет доступно с 23 по 29 сентября. Глобальный опыт, полученный за участие в битвах во время мероприятия, будет полностью возвращен 30 сентября. Здесь надо отметить, что есть проблемы то ли у китайцев с их переводчиком на русский язык, то ли, в принципе, с моим пониманием написанного. Но, как мне подсказали в самом Дискорд-канале, что опыт, который мы заработаем, свободный, будет умножен на 2. Не знаю, насколько можно этому доверять. В любом случае, это будет событие, призванное для того, чтобы мы копили свободный, вот этот глобальный, как он называется в игре, опыт. И уже с помощью него нам было бы проще качать китайскую технику. Второе мероприятие, которое нас ждет, оно называется «Подготовка к железному льву». Будет открыто также с 23 по 29 сентября. Выполняя боевые задачи во время события, вы будете награждены победной медалью, которую можно обменять на серебряные купоны на скидку в дереве развития Китая. Скидки на помощь в подготовку новых китайских тяжелых танков. Я так понимаю, речь идет о такой же медали, которая у многих есть в ангаре, когда после исследования определенного уровня нам дают возможность купить любой танк из дерева развития, не прокачивая его ветку. Вот, возможно, с китайскими будет что-то подобное. Далее у нас идут обновления в премиум-магазине. Добавится целых три танка Т-54 1945. Возможно, это будет образец 1, потому что я помню, что-то такое проскакивало то ли в Блице, то ли еще где-то. Добавится СТГ, будет ли это тот же самый заднебашенный СТ, как и в Блице, опять же, покажет время. Насколько я помню, в Танк Компани был уже, светился этот СТГ, то ли на скриншотах, то ли в самом игре нам дали затестить его. Поэтому знаем, что ожидать. И добавится Т-44-100. Здесь мне не совсем понятна история, потому что сейчас он присутствует уже в магазине за 1300 бон. Поэтому, что будет доступно и какое обновление его ждет, тем более его можно получить за пополнение медалей в игре. Эти танки будут также доступны с 22 по 29 сентября. Также в этот же период у нас появится новая рулетка. Уже была рулетка на немецкую арту. Там был очень такой серьезный камуфляж. В данный момент у нас есть возможность получить обвес на Мауса. Тоже выглядит достаточно серьезно. И Шеридан. В принципе, мы знаем, как будет выглядеть обвес. Я, если найду, я прикреплю или скриншоты, или видеоматериалы, как будет выглядеть Шеридан в обвесе. Но обвесы, надо признать, что в Танк Компани очень хороши. Поэтому можно будет покрутить рулетку и получить обвес на Шеридана для тех, кто его вкачал или вкачает когда-либо. Далее очень важное нововведение. Это новая система засвета. Пришедшие игроки по Блицу немногие ее восприняли. Очень много отзывов негативных получили разработчики. В том числе я делал видео, как работает эта система засвета. Если не смотрели, обязательно посмотрите по подсказке или же в описании на канале. У нас присутствует это видео. Но оно уже становится неактуальным, потому что систему засвета собираются менять. И давайте посмотрим, что пишут разработчики. Настройка механизма разведки. Состояние обнаружен, но не распознан. Это состояние, при котором танк может наблюдать на карте, но не отображаются какие-либо маркеры. Расстояние определения измеряется с 550 метров до дальности обзора самого танка. То есть, по сути, они говорят о том, что должно быть как в Блице. И вот у вас есть зеленый, так скажем, круг. Вы будете видеть его только тогда, когда этот танк появится в зеленый круг. То есть, таким образом, состояние обнаружен, но не распознан. Вообще, больше не будет. Это, к сожалению, действительность. Далее, тут также интерфейсные правки. Рулетка этого военного снабжения перемещается в интерфейс магазина. Я так понимаю, это как раз речь о рулетке с Шериданами, Маусами и прочим. Точнее, обвесами к ним. Далее, устранение неполадок. Исправлена неправильная работа подвески М6А2Е1. Я не знаю, те, кто катали на этом танке, расскажите. Возможно, там он был каким-то лоурайдером, и у него была какая-то пневмоподвеска. Что-то там, видимо, действительно было сломано. Я, к сожалению, эту ветку еще не качал. Поэтому, как себя чувствует этот аппарат, я не знаю. Исправлено несоответствие между плотностью камуфляжа башни танка Type 62 и камуфляжем корпуса танка. Видимо, там как-то неправильно накладывалось, но это, опять же, пригодится. Это устранение неполадок всегда нужно делать. Исправлено некорректное отображение маркера записи танка Т110ХТ. У меня есть этот аппарат, но я сейчас стараюсь избегать игры на высоких уровнях, потому что там боты одни. И, в принципе, там, я знаю, кто-то сидит, фармит отметки на топовых уровнях. Мне кажется, это не очень интересно. И, то есть, ты заберешь сейчас три отметки, а потом, когда будут люди, ты уже не сможешь себе, так скажем, бросить этот вызов. А отметки это, в первую очередь, вызов. Поэтому играть и набивать их против ботов, я видел в чате, такие встречаются. Для меня какая-то странность. Это, в принципе, все новости от разработчиков, которые доступны на данный момент. Опять же, есть корявость в написании. Очень хотелось бы, чтобы разработчики из NetEase наняли какого-то переводчика более, так скажем, складного, складно вещающего на русском языке. Если что, как говорится, мои контакты есть в описании. За скромную плату я готов буду помочь. А от вас я платы не требую. Я просто прошу поставить лайк, подписаться на канал, чтобы увидеть больше контента по Танк Компани. И встречаемся на стриме. Приходите обязательно, я вас всех жду. Хорошего вечера. Пока-пока.